я предлагаю вам у вас есть желание приобрести альбомом зеркально сейчас по моему снимается от желание батиста великолепный просто альбом есть альбом а это календарь на 2023 год каждый месяц у нас выделен выделен отдельный гравюрой и ее фрагментами роскошнейшие гравюры причем гравюры мы взяли в основном те где пиранези реконструировал древний мир я сейчас кого-то накажу тут ко мне лезет весь без мелких мать их бросила вот пришлось их сестрой прийти сейчас выхаживаю потом разбегутся конечно в саду живут и ночуют конечно уже здесь на террасе а вот такие за такой замечательный календарь по месяцам реконструкциями джованни батиста представлял рим иногда зарисовал вот например перед вами египетский обелиск это все его зарисовки и кроме того еще есть календарь то что мы называем на магнитик на холодильник сразу по месяцам джованни батиста пиранези напишите в электрон на электронную почту указанную ниже и вы получите этот календарь при соблюдении некоторых условий все там мы завершаем наше движок но круглешит я вижу по стадиону точнее по мне кажется там огром здоровый саркофаг вижу или это мне кажется по ипподрому древнего города тир вот одни из самых хороших вот или вот настоящий саркофаги как он должен был выглядеть понимаешь когда каждая деталька вот кусочек но каждая деталька изгиб посмотри какой локоть посмотри какие мышцы добавлены вот как саркофаг оригинально настоящий образцовый обработанный вот это вот тот финиш который которому нужно было стремиться сколько тот саркофаг вообще мир в размером а ну подержи пожалуйста я сейчас стану рядышком с ним и покажу его так ну да красивый великолепный саркофаг сожалению уничтожен и почти под ноль сохранились лишь некоторые элементы на нем только сейчас мы их посмотрим такое ощущение что они еще не закончены эти элементы да ну вот вот какая вот смотри какая роскошь должна быть вот как это должно проработано быть вот здесь все полностью под лапками пустота у животного ну вот каждый пальчик посмотри какой орнамент великолепный глянь вот сбоку зайди сын да посмотри какой великолепный орнамент вот это должно быть финишное вот вот это все понимаешь вот что должно быть финишной ткани должны быть воздушными, а все те саркофаги это просто фабрика, они нашли здесь была заготовка этих саркофагов а дальше даже рисунок еще не доделан они пытались повторить его но уже не смогли это для избранных саркофагов после всех хоронили ну да да, это филигранность работы, посмотри внимательно, с той стороны уже пытались восстанавливать, приспосабливать а с этой стороны, это шедевры это произведение искусства это у нас уже скульптура высочайшего уровня и здесь ты следов даже обработки не найдешь, понимаешь сказочно, красиво жалко, что нет у нас больше таких образцов остальное все тоже заготовки нет, это дальше заготовки саркофагов ну пойдемте мы оставляем стадион нет, тут, к сожалению, дальше уже заготовки все это и византийская правка а потом они могут слушайте, там какой-то гранитный диск лежит впереди я не устаю удивляться этому древнему городу несмотря на то, что у нас здесь уже только античность вот это вот, что у нас за граниты валяются то обелиск нашли гранитный то колонна, видно, что под базу прям подтачивали колонна не соответствует ух ты, это чаша, 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 чаша фонтана сейчас я вам ее покажу, друзья причем гранитную чашу слушайте, роскошь объем огромный вот отсюда, наверное, тогда, чтобы не по солнышку было сейчас я покажу, чтобы вы понимали какой вообще-то будет вот такой вот гранитный такая гранитная чаша фонтана у нас везде нам втирают вот так вот нам везде втирают что это масло так вырабатывали что диски крутились и вот оливковое масло никто не будет огромнейшую гранитную чашу делать вот, здесь следующий уровень здесь стояла дальше втулка здесь внутри поднималась вода и оно стекало, 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 стекало не верьте, когда будут рассказывать байки про прессы это потом якобы стали их использовать колеса крутили это все ерунда это реально чаша фонтана вот она, роскошная, огромная гранитная чаша фонтана я прям рад сейчас я хочу диаметр смерить чтобы понять насколько она вообще у нас значима так, а где у нас, где у меня рулетка вот у меня рулетка сейчас мы захватим сейчас мы смеряем чашу диаметра примерно ну 2,80, спасибо а внутри, ну внутри погрешность будет где-то 2,40 у нас 2,30, да, 2,40 примерно ну то есть 3,5 вот просто посчитайте объем причем это круг, это одна из чаш насколько красив был древний мир насколько он был мегалитичен мало того, что мы нашли здесь откровенный обелиск гранитный мы нашли теперь такую вот чашу фонтана древний тир, конечно, впечатляет впечатляет, глубоко впечатляет рекомендуется к посещению всем, кто интересуется историей слушайте, потрясающе